Есть такая лемма трейлера, что символы жанра может быть вычислены очень простым. x или p, минус 1 пополам, умножение развивается по модуле p. Это простая лемма. Как вы все знаете, по малой теории неферма для любого ненулевого x выполнено такое сравнение. x в степени p-1 есть единица, по-моему, и p. Следовательно, я могу перевести единицу в левую сторону. И поскольку p у меня нечетное, то p-1 получается четным, и, значит, я могу разложить вот это выражение как разность xp-1 пополам, минус 1 на xp-1 пополам плюс 1. плюс 0 по модулю p. То есть у любого х вот такое вот выражение произведения этих двух скобок есть 0 по модулю p. Правильно? И если у меня x является квадратом, то есть x для некоторого а есть а квадрат по модулю p, да? то подставив первую скобку а квадрат в степени p-1 пополам, я получаю а в степени p-1, и по той же самой малой тианине ферма это будет единица по модулю p. и, значит, квадраты обнуляют вот это вот всю, значит, первую скобку, да? Для квадратов, да, если x равно а квадрат, получается, что а квадрат в степени p-1 пополам, а квадрат в степени p-1 пополам, а вот остальные, так сказать, числа, которые не вычеты, они являются корнями не первого скобка, так сказать, не первого от этого многочлена, а второго. p-1 пополам и степень этого многочлена p-1 пополам, значит, это всего. Окей. Итак, значит, я напомню, что такое лембом Эйлера, что такое символ Режантера. У символа Режантера свойства символа Режантера, основное, от произведения символа Режантера к произведению символа Режантера. Если у нас есть формула Эйлера, я задаю action. Правильно, потому что пиксы или степень, или, например, сойдут пополам, да? Понятно, да? Получается, наше fp выглядит так. Вот есть ноль, имеются еще вычеты, да? их по примерно, примерно, сойдут пополам, А дальше дополнение до R, да, это множество квадратичных необычных. Если я посчитаю символы или жандра от любого элемента R, он будет равен единице. От любого элемента R он будет равен минус единице. Поэтому, если я буду считать символы или жандра последовательно от каждого числа от 0 до R минус 1, у меня получится такая последовательность, ну, в нуле будет 0, а дальше будет последовательность плюс-минус единичек. Правильно? Давайте контрольный вопрос. Символы или жандра от единицы чем уровень? Идиница. Правильно? Потому что единица это квадрат числа единицы, да, то есть это вычет. Квадрат, единица это есть квадрат. Правильно? Значит, начинается моя последовательность единицы, уже двоим, так сказать, не так понятно, что будет. Ну вот тут какие-то будут, значит, единички, минус единички. Итак, мы получаем такую вот строчку из плюс-минус единичек. И вот, так сказать, математики верят, что вот эта вот строчка, ну, если, так сказать, числа рассматриваем на достаточно большие, вот эти простые числа достаточно большие, то мы видим в том, что эта строчка ведет себя случайным образом. что, так сказать, единичка или минус единичка появляется без всяких каких-то внутренних, так сказать, скрытых прокодов. Появляется с одинаковой вероятностью. Ну, о том, чтобы видели, что мощности единичка и минус единичка это половина, да, то есть мощность первых, мощность первых, так сказать, половина примерно, п. Что и должно быть для случайной последовательности, правильно? Вот. Но вот, говорится и большее, что, например, вот вероятность или количество, скажем, таких вот последовательных двух единичек или последовательных двух минус единичек, и это вероятность или это частота, да, потому что п у нас пока конечная, да, вот, это вероятность такая же, как и в случайной множестве. Получилась такая последовательность плюс минус единичек, Продолжение следует...